Добрый вечер, добрый вечер! Телеканал «Видное ТВ» начинает свою работу в прямом эфире. У нас сегодня очень важный день. Мы подводим итоги первого фотоконкурса, объявленного МАУК ВДК «Видновскими вестями» телеканалом «Видное ТВ». Это конкурс «Старый город, новый город». Мы посвятили его 50-летию «Видного» и сегодня выберем своих победителей. Я хочу представить наших гостей. Это эксперты сегодняшней программы, сегодняшнего эфира, краеведы «Видновского края». Владимир Степанович Меньшов и Георгий Митрофанович Абраменко. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, несколько слов для введения в курс наших телезрителей о том, кто, может быть, упустил, что мы объявляли этот конкурс и сейчас удивлены. Хотя мы об этом очень часто говорили и ждали ваших фотографий. А фотографии нам присылали. Фотографий было очень много. Некоторые наши участники присылали от 10 до 40 фотографий. Но, к сожалению, в наше эфирное время условия конкурса не позволяют голосовать за каждую из фотографий. Поэтому максимально по три фотографии от одного участника у нас сегодня будет. Их выбрала редакционная коллегия. И еще один факт немаловажный о том, что ваши фотографии уже выставлялись. Они висели в кинотеатре «Искра». Все наши видновчане, гости города могли их увидеть. И еще увидят. Потому что 13 сентября в Расторговском парке в дни празднования города Видное они также будут выставлены на центральной аллее. Я хочу напомнить, что мы, в принципе, сегодня с вами только наблюдаем. Я думаю, что вы, как эксперты, конечно, можете один свой голос одной любимой фотографии отдать, которая вам понравилась. А так выбирают телезрители. У нас две номинации. Старый город и новый город. Я предлагаю, если возражений никаких нет, начать именно с старого города. Я прошу вывести фотографии на экран. Буду рассказывать вам сейчас, кто их сфотографировал. И каждая фотография имеет номер. Первая – Елизавета Артемьева. Запоминайте номер. Вторая – опять же от этого участника фотография. Именно по номеру вы можете отдать свой голос. Дальше. Вера Габелко. Смотрите, какие замечательные кадры. Это вот демонстрация. Вот я не знаю, конечно, какого года. Мы потом с вами попробуем поговорить. Елена Столярова. Фотография 6. Елена Столярова. Седьмая фотография. Вот футбол от Олега Садовского. Мы посмотрели с вами. К сожалению, очень мало именно старых фотографий к нам пришло. Некоторые из них были стилизованы под старину. Знаете, как сейчас очень модно накладывать фильтры, цепи, черно-белые делать фотографии. Но мы видим, что это новый город, и поэтому отнесли их в другую номинацию. А что вы скажете? Вот вы внимательно их смотрели, и сейчас они у вас перед глазами. Что вы скажете про эту номинацию? Мы, как краеведы, к этим фотографиям всегда относимся очень трепетно. Потому что это все-таки наша история. И вот когда готовятся к изданию книги о нашем районе, о нашем городе, то мы всегда очень активно занимаемся поиском таких фотографий. И мы глубоко убеждены, что у наших жителей сохранились очень много вот таких фотографий 50-х, 60-х, 70-х годов. Они, может быть, в семейных архивах лежат и просятся, чтобы выйти наружу. Тем более, что сейчас для публикации таких сложностей нет. И поэтому я, просматривая вот эти вот фотографии, я еще лишний раз убеждаюсь в том, что вот я вижу фотографии, которых я никогда еще не видел. И вы знаете, очень приятно вот смотреть, вот в частности, мне вот никогда я не видел ни вот этот момент футбольного матча. Олег Садовский номер 8. Да, вот, правда, да, вот интересная фотография номер 3 Елизаветы Артемьевой. Это наша площадь советская. Таких фотографий вот уже мы с Владимиром Степановичем были участвовать. Да, да, очень много просматривали фотографий, но это в эти фотографии мы увидели впервые. Это очень приятно. Это говорит еще о том, что неиссякаемы еще архивы наших жителей. Расскажите, пожалуйста, вы, когда попали в город Видное, в каком году? Есть ли в ваших фотоальбомах вот такие черно-белые фотографии, где мы видим и отрывки жизни города? Если поискать, то, конечно, можно. Все, что можно, мы, конечно, уже из своих архивов мы достали. Но мне кажется, вот я уже могу по себе сказать, что еще можно что-то найти. Владимир Степанович, вы еще с временного поселка, по-моему, живете. Нет, я попал в город Видное в 64-м году. Еще не в город. Вот еще и не в город. Прошу прощения, в рабочий поселок Видное. Я попал в 64-м году. И что мне хочется сказать. Конечно, вот занимая краеведческой работой, хотелось бы больше этих иллюстраций. Больше. И самое интересное, что они достойны того, чтобы их, как бы сказать, опубликовать, донести до людей. Потому что то время было прекрасное. Было прекрасное. Вот. Я хотела сделать небольшое объявление для того, чтобы, может быть, стимулировать наших телезрителей на активное голосование. Ведь те, кто сегодня станет победителем нашего конкурса, получат очень интересные призы. Наши друзья предоставили такой вот сертификат. Это загородный клуб «Завидное», который предусматривает программу рыбалки на всю семью. То есть мужчина, женщина и дети до 12 лет по этому сертификату в течение года могут прийти и порыбачить. А еще вот, обратите внимание, такая замечательная свеча ручной работы. Ее подготовили в мастерской творческой Марии Мироновой. Она сделана по уникальному эскизу. И вот таких свечей очень мало. Их будет только... Они будут только у наших победителей. Что немаловажно, не просто участие, а победа и призы. Как бы мы ни говорили, да, девиз олимпийский. У нас сегодня другая ситуация. И если вы не против, мы можем принимать звонки телезрителей, которые не только нам говорят номер фотографии, за которую они голосуют, а просто поздравляют город с наступающим большим юбилеем. Пока старый город номинация прошла, я так думаю, что там как раз мало у нас фотографий, а вот в новом городе много. Давайте очень внимательно смотреть и запоминать номера, за которые вы будете голосовать. Ну и, естественно, не только номера, а смотреть на красоты нашего города, которые запечатлены на этих фотографиях. Я прошу подготовить номинацию «Новый город». Вот фотография номером девять. Смотрите, ледяная скульптура. Номер десять, Рафаэль Шами... Я могу ошибаться в фамилиях. Шамиль Заде. Да, Шамиль Заде. Вы меня простите. И некоторые, может быть, фамилии неправильного ударения, Дарья Разоренова. Это наш храм, который не так давно появился в городе, но уже такое ощущение, что он там был всегда. Согласны? Ну да, это центральная часть, как бы сказать, города стала. Когда-то здесь был пустырь. А если еще вспомнить, то когда-то на этом месте, а именно когда? В 68-м году, да, был праздник. Пятидесятий Волокресы. И на этом месте комсомольцы сажали деревья, сквер. Здесь было поле. Если помните, есть... Много храмов, кстати, получили мы в фотографиях. Нравится видновчанам он, они его фотографируют. Да, я что хочу сказать. Вот на этом месте когда-то было поле. И есть такая фотография, когда на нем идет комбайн. Старые-старые фотографии. Да, она появилась в просторах интернета. Она попала потом в книгу о городе Видное. То есть мы видим на простреле от бани огромное поле. Пшениц или рожи засеяли. А буквально сегодня в историкультурном центре показали панораму, которую сделали. Тоже же на этом простреле. И там видно аж Ермолина. То есть и КЦ, потом вот этот дом, где универмаг, и Ермолин. Поле чистое-чистое и Ермолина. Номер 30 уже фотографии. Вот Ева Кулинич нам прислала ее. Вы внимательно смотрите. В принципе, мы еще раз покажем нашим телезрителям чуть попозже эти фотографии. Но голосование началось с первого показа. Как только вы увидели старый город. И когда мы показали номера всех фотографий, голосование уже началось. Вот видите, наша аллея славы вокруг нее ходит. Много очень фотографий вот с центра нашего города, с около кинотеатра «Искра». Обратили внимание? Да, да. Но по большому счету, как сказать, советский проезд стал пешеходной зоной с некоторого времени. Раньше по нему ходил третий автобус, который возил людей на советскую. То есть, с площади, по советскому проезду, поворачивал налево, шел по советской улице, на проспект Ленинского комсомола и на завод. Вот. А тогда, когда построили храм, построили вечный огонь, построили массу этих, облагоустроили, построили кинотеатр, и все это превратилось в пешеходную зону. И, кстати, ярмарка там из-за этого как бы приросла. Она самое выгодное место стало на советском проезде. Сколько не пытали мест для ярмарки, а все равно осталось на советском проезде. И самое главное, что вот эта зона, она излюбленная зона молодых родителей. Они любят там гулять, которые живут в центре города. Потому что она по весне как бы самая ранняя бывает, самая светлая и самая чистая. А у нас есть звонок от телезрительницы Светланы. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Хочу поздравить свой любимый город. Я старше нашего города, вернее, ну как старше, я на 10 лет, наверное, его старше, хотя с основания, я родилась еще тогда, была Москва, а не видная. Потом уже стало этот город. У вас удивительно молодой голос. Ну, голос, да, но сама не очень. Ну, поздравляю, люблю наш город. Хочу ему пожелать, ну, всего-всего самого хорошего, чтобы было как во времена моей молодости. Я очень любила наш город, когда у нас был сквер около Дома культуры. Я там ходила беременная, там было очень-очень красиво, были лавочки. Вот такое счастье, было так хорошо. Помню этот автобус, который там останавливался. Меня все время там тошнило, когда меня мама везла из Москвы туда. В общем, было много хорошего в нашем городе. Хочу, чтобы так и осталось. Желаю благополучия, счастья всем, всем, всем. И желаю хороших градоначальников, умных, чтобы всем нам жилось хорошо. В общем, всех с праздником. Спасибо большое, Светлана. Огромное спасибо. Если вам не трудно, выберите тоже конкурсанта, за которого бы хотели отдать свой голос. Я только старые посмотрела, извините, а новые пропустила. Мы еще раз покажем. Не выключайтесь из нашего эфира. Хорошо. Спасибо. А какие воспоминания вот у вас о старом городе? Вот нам рассказали о сквере около Дома культуры, о фонтане, которая там была, в автобусе. Вспомните и вы что-нибудь. Да, вспомнить есть что. Тем более, что я, например, живу в городе, ну, будем считать, с 49-го года. Будем сказать, будем так говорить, что родился в этом городе. И вот уже, да, скоро уже 70-е, и вся моя жизнь прошла с городом. И, конечно, на каждой улице это всегда в тот или иной период жизни всегда возникали какие-то интересные события. К сожалению, иногда вот наши улицы исчезают, и это очень воспринимается всегда очень тяжело. Вот я имею в виду, например, наша Южная улица. Вы, наверное, уже кто-то, может быть, а вы, может быть, уже и не помните даже такой Южной улицы. Я не Горяная Бедновчанка. На Южной улице теперь стоит храм Георгия Победоносца. Можно поправить вас, Георгий Победоносец? Ну-ка. Храм Георгия Победоносца стоит на советском проезде. Ну, он примыкает. А на Южной улице, он не примыкает, Прага. Согласен, да. В споре рождается истина. Да, с тобой я согласен, да, действительно. Но это была очень уютная такая улица, где жили мои друзья, где мы часто встречались, праздники проводили вместе. В общем, конечно, это. И когда вот сейчас идешь, думаешь, вот это как частица какая-то жизни ушла просто. Вот думаешь, боже мой, вот думаешь, вот почему я стал снимать так поздно. Надо было это всю, тогда уже всю эту улицу надо было сфотографировать со всех сторон, чтобы оставить. А вот, к сожалению, я даже призываю, если жители не помнят. Вы помните фильм по семейным обстоятельствам? Да. Когда уже вторая часть, когда свекровь рассказывает, я своему сыну сказала, чтобы он рисовал Арбатовские переулки, потому что там сейчас все сносят. И это будет единственное доказательство того, что было. Так и вы. Мы ее понимаем. Не взяли вот этот свой фотоаппарат. Да, да, да. Вот, к сожалению, уже... Ну, говорят так, что фотография, это уже к фотографии приходят люди уже с определенным опытом и зрелые люди. Я начал снимать, когда мне уже было за 40. Поэтому вот так вот. Мы сейчас продолжим беседу. Я хочу прямо сейчас поменять немножечко наш сценарий. Мы хотели два раза показать наши фотографии, но я думаю, что наши гости не обидятся, если наш диалог будет идти за фотографиями. Давайте еще раз покажем старый город, затем новый город, сделаем небольшой перерыв, а потом еще раз покажем. Потому что не все люди успевают смотреть, естественно, не знают номера фотографий и не могут выбрать нам победителя. Номинация «Старый город». А у меня дальше продолжение вопроса, Владимир Степанович. Вы какие воспоминания имеете? У меня воспоминание такое. В 58-м году я поехал в пионерский лагерь коксогазового завода. И нас провожали на автобусах. Как вы думаете, откуда? От площади, от Дома культуры. И это традицией была всю жизнь, пока существовала пионерская дружина. Понимаете? Вот оно мне напоминает мою юность, звонкую, пионерскую. Я же потом работал в пионерском лагере, и мы все время оттуда уезжали. И возвращались туда, на эту площадь, к Дому культуры. А скажите, пожалуйста, вот сейчас вы, проезжая мимо этой площади, вы чувствуете, что остался тот колорит? Ее же, кроме вот, никак не изменили, кроме того, что фонтан поменяли на памятник. Но это случилось очень давно уже. Ну, колорит, понимаете, дело-то вот в чем. Дело в том, что мне кажется, вот для того, чтобы остался тот колорит, нужно чаще менять там, вот деревья, растительность. Потому что елки, которые вырастают, они, это хорошо, но они закрывают все это. Красоту. Красоту Дворца культуры. Дворца культуры. Двух администраций, которые ансамбль великолепно составляют. Вообще на площади прекраснейший архитектурный ансамбль. Со всех сторон, как ни возьмите, расходятся три прекрасных улицы. Уходит прекрасный проезд на Советский. Понимаете? Все это очень гармонично. И вот помните, когда первый раз елки сносили, то и сносили без предупреждения, был даже конфликт. Люди возмущались. Потом пришлось объяснять это, и люди все поняли. И как бы площадь приняла второе дыхание. Понимаете? Да, может быть, резонно. Может быть, действительно стоит задуматься о том, чтобы показать всем ту красоту, которая спрятана за зеленью. Конечно. Да, да. Кстати, сегодня вот мы шли мимо, значит, когда шли сюда вот на телевидение, одна из женщин, жительниц, обратилась к Владимиру Степановичу. Она была беспокоена тем, что начинается ремонт дома культуры коксогаза, вот этого завода. И говорит, неужели эту лепнину будут... Она была очень обеспокоена. Говорит, мы будем очень возражать. Так что вот как переживают люди... Я верю в то, что очень аккуратно будет произведена даже, я бы называла это реконструкция дома культуры. И что своего величия и той красоты, которая есть и внутри... Внутри, и внутри. И снаружи. Хотелось бы сохранить. Вот это и есть изюминка нашего города. Он этим отличается от новостроя всем тем. И еще, знаете мне, что вот помнится с тех времен, было очень много, и сейчас много, там фруктовых деревьев. Фруктовых деревьев, старой части города. Яблони, коротки. Мы все прекрасно знаем так называемый наш гимн, потому что привыкли, что в Видном все так же яблони цветут. Вот они, плодовые деревья, которые очень прекрасно цветут. Необыкновенной красоты становятся наши переулки, переулки, дворы. Да. Надо отдать должное лемешко, который уделил этому большое внимание, когда озеленял город. Это был первый секретарь партийной организации Кокса газового завода, и он уделял этому большое внимание. Хорошо, что это коснулось не только территории завода, ведь на территории завода тоже огромное количество... Навод, сад. Да, плодовых деревьев, и там зелено, и красиво, что вышли с территории и посадили и на новых, вот этих вот пустых еще тогда улицах. Мы же с вами не так давно, буквально в прошлом эфире, показывали сюжет 65-го года, Владимир Степанович, который вот вы нашли, видео обнаружили. И дома, это Гаевского, да, сейчас? Да, крайняя была улица, крайняя, сейчас Гаевского. Да, она практически пустая, там даже кустарничка входит. Да, 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 да. А у нас телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, говорите. Здравствуйте, мы вас слышим. Вернее, пока хотим услышать. Дорогие наши горожане города Лидное, поздравляю вас с праздником, с 50-летием нашего родного города. Я желаю всем горожанам и также нашего района всего самого наилучшего, чтобы все было хорошо. Спасибо большое. А как вас зовут, вы скажете? У нас телезритель уже сошел с линии, но вот мне подсказывают режиссеры, что это было поздравление от Владимира. Спасибо большое. Лена, а я еще что хочу сказать. И надо бы последовать примеру наших заводчан. Они уже высадили новые деревья на своем заводе, фруктовые. Владимир Степанович, Сейчас, в принципе, я хочу сказать, что кампания по озеленению и города, и района, и всей Московской области очень хорошо продвигается. Мы не так давно весной сирень Победы высаживали красивые саженцы и сирени, и березок, и лип. Сейчас, вот 10 сентября, а это буквально завтра, будет еще одна массовая акция по высадке деревьев. У нас, я так думаю, что меньше этой зелени не становится, но и не хотелось бы, чтобы ее становилось меньше. Но ведь самое главное и регулярно поддерживать ее, потому что деревья, которые посадили наши как бы отцы, они закрыли ту прелесть, понимаете? И подчас, как бы сказать, в квартирах от этого темно. Поэтому надо поддерживать это все на уровне, чтобы не перерастали, своевременно за всем за этим следить. Если кто-то только сейчас подключился, мы напоминаем вам, что мы подводим итоги конкурса «Старый город, новый город», что у нас есть фотографии наших участников, конкурсантов, которые мы периодически будем выводить на экран. Вы выбирайте номер и голосуйте. Сегодня победителя выбирайте только вы, телезрители. Мы одну тему с вами закончили на очень интересном моменте. Вы сказали, что любовь к фотографии и понимание фотографии приходит с возрастом. Вы начали в 40 лет. Но сейчас у нас практически у каждого, начиная с малых лет, в руках фотоаппарат. У нас телефон – это такой мини-компьютер, где можно, кстати, делать фотографии хорошего качества. Мы не можем их увеличить до баннера, но тем не менее распечатать себе в семейный альбом мы их можем. Скажите, а каким образом ребятам, которые фотографируют все подряд, что им нравится, сделать так, чтобы фотография была интереснее? – Просто, на мой взгляд, просто если начать увлекаться фотографией и нажимать на кнопочку, а фотоаппарат сейчас может сделать все, что угодно. Главное – нажать на кнопочку. Но мне кажется, и всегда я был глубоко убежден, что всякое ремесло надо осваивать. И, собственно говоря, фотография – это же искусство, и никто не отрицает этого. Поэтому, когда начинаешь заниматься фотографией, нужно что-то читать, что-то узнавать. Очень много литературы по изобразительному искусству. Для того, если человек будет знать и будет осваивать это ремесло, он поймет, что какая фотография выполнена очень хорошо с точки зрения композиции, а какая требует доработки. Просто это просто аксиома и не требует каких-то вот… – А вы согласны со мной с тем, что есть люди, у которых вот врожденная композиционность есть? Вот они выстраивают кадр так, что некоторые будут учиться по книжкам, читать, выучиваться, а так не снимут. Как рожденная грамота. – Владимир Степанович Меньшов. – Значит, я что хочу сказать про это. Дело в том, что, как сказать, мне с этим пришлось столкнуться, когда мы организовывали студию, к нам приходили ребята, вот школьники, закончившие школу, да, и у некоторых это сразу получалось, и это было видно. Они только взяли в руки камеру, поглядели в видоискатель, и они делают уже то, что необходимо, чтобы кадр захватывал, чтобы он был весьма и весьма. Это вообще-то прирожденный дар. Но, как и говорит Георгий Митрофанович, его можно развивать. – Развивать. – Развивать можно за счет того, занимаясь этим серьезно. Серьезно. Ну, ведь фотография может быть и искусством, и может быть документом. – Да. – В зависимости от того, что, чего и как. Понимаете? И вот над этим, над всем, надо, конечно, работать. – А какие-то представленные сегодня фотографии, на ваш взгляд, могут быть документом? – Конечно. Конечно. Вот фотографии из старого города, пожалуйста, на автобус идет, говорит о том, что уже в то время к нам ходил автобус. Было автобусное сообщение. – Документально подтвержденное. – Подтвержденное, да. Документально подтвержденное. – Я бы так сказал, что любая фотография здесь может быть документом. Любая фотография. Но в одних фотографиях больше документ, меньше, будем говорить так, художественность. – Да, художественность. В других – по-другому совершенно. – Вот, Георгий Митрофанович, ты вот говорил, фотография номер 4 в старом городе, тебе непонятно что. Но это фотографии документ о том, что Грейдер идет и делает дорогу, вот в городе Видно. – Нет, совершенно верно. – Я согласен полностью. – Это документ. – Да, здесь, может быть, нет художественности. – И с этой точки зрения это выдающаяся фотография. – Да, потому что вот когда начинаешь писать что-то, книгу пишет кто-то, надо подтвердить его слова. Вот они здесь подтверждают этот факт. – Совершенно верно. – Что были механизированы работы. – Да, в этом смысле да. – Уважаемые гости, вот мы сегодня с вами увидели, как наши жители, может быть, не все жители Видно, но как наши конкурсанты вышли и в новом городе фотографировали старые здания. И смотрите, они в старом, то есть старое здание, а такое ощущение, ну, фотография нового города, а такое ощущение, что это старое Видное. Вот добавить сюда фильтр, и мы не отличим. Ну, какие-то там на улице Садовой, да, если мы не снимаем многоэтажку. – Да, да, да. – Да, вы правы, да. – Это, значит, доказательство того, что город Видное до сих пор вот имеет свой тот колорит. – Да, да. – 50 лет ему прошло, 50 лет мы празднуем, а он не зарос вот этими высотками, старый облик сохранился. Я считаю, что это очень важно. Это наша изюминка нашего города. – Ну, это из-за слуга наших жителей, которые отстаивают в свое время, ведь хотели построить высокую башню на заводской улице, а построили только пятиэтажку. – Этим он отличается от других городов Подмосковья. Вот в этом-то все и делаем. – Да, поэтому… – Вот еще один документ я нашел в новом городе, что вот так вот тоже нельзя делать. – Речь идет вот об этом вот. Где это? – А, фотография номер 25, да? – Да. – Ну, кстати говоря, Аллея Славы избрана нашими ребятами. Они убегают с детской площадки, потому что на детской площадке там больше совсем маленькие детки. Они осваивают Аллею Славу. Уж Вадим Степанович, вы-то знаете, сколько там всего отвалилось плитки, как там катаются и на великах, и на роликах. – Это да. – Постоянно. – Да, и не нужно снимать своих близких, взбираясь на вечный огонь. – Да. – Такие тоже вещи бывают. – У нас, кстати, была такая фотография, она просто не прошла предредакционный конкурсный отбор, где не близкие забрались, а близкие забрались на вечный огонь, а их, значит, снизу делают такую красивую им панораму. – Да, это да. – Ну, это уже неуважение, конечно. – Ну, есть места, святые такие места, где просто, да, это не нужно делать. – Но это говорит о том, что фотограф, который снимает, должен думать, что он снимает. – Да, да, да. Не просто нажимать на кнопочку. – И не вводить в провокацию. – Ну, да, я с вами согласна. А вообще, в чем заключается мастерство фотографа, кроме вот композиционное, там, художественное, как можно донести то мгновение до своего зрителя, вот, допустим, этими же фотографиями, чтобы ему стало интересно? Ведь это не видео, этот кадр застывший. – Я могу так сказать, что сделать такой кадр, это все равно, что написать стихотворение, написать рассказ. – Один кадр может быть историей? – Может быть. – Еще какой. – Еще какой. Да, он может даже быть больше рассказать, чем какой-то роман, допустим, или повесть какая-то. – Возьмите фотограф нашей Великой Отечественной войны. – Да, фронтовиков. – Фронтовиков. – Взять фронтовиков. – Одна фотография, она может рассказать больше, чем написать несколько томов, там, каких-нибудь там… – Мемуаров. – Мемуаров, да. Вот в этом-то все дело. – У вас у самих есть своя какая-то любимая фотография, которую вы считаете может рассказать больше, чем если будете ее комментировать? – Вот лично я, несмотря на то, что я, в общем-то, сам пейзажист, я все-таки всегда отмечал нашу фотодокументалистику Великой Отечественной войны. Это самая, на мой взгляд, самая сильная фиграка. – Там само событие, понимаете, оно проникает в дух. – Проникающее такое. – Я могу, например, восторгаться, допустим, фотографами там с мировым именем, там я могу назвать, там, Адже, Судак, там, Хартвик, там, это, еще несколько, там, Брессон, например, да, документалист, Капа, это, но тем не менее, я отдаю, это наша военная фотодокументалистика, это самая сильная. – Владимир Степанович, ну вот я больше вас отношу к категории не пейзажистов, а вот репортажников. Скажите, а через репортаж красоту города можно передать, или все-таки в репортаже это лица, эмоции? – Ну, в репортаже, конечно, больше лица, эмоции, события, действия, как таковое, но в зависимости от тех условий, в которых это происходит, потому что нельзя отделить действия от окружающей среды, от города в данном случае, поэтому, ну, это все, конечно, бывает очень-очень редко, очень редко, над этим надо долго работать, но в репортаже главное ухватить момент, соль того, что происходит, поэтому тут главный момент, да, главный момент, который может вот отразиться. – И, конечно, в репортаже очень много играют лица, 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 лица. Вот, что касается портрета, это вообще сложнейший жанр портрета. – А не кажется ли вам, что сейчас немножечко обесценивается жанр портретной фотографии в связи вот с наводнившим модным веянием селфи. – Селфи? – Да. – Ну, это не портрет, извините. – Это все пройдет, это все пройдет. – Да, принеся много горя. – Да, это связано с тем, что появилось, сейчас все снимают, все хотят как-то выразить себя в этой жизни, и чаще это все сделает молодежь такая еще, не опыт, еще не имеет опыта в жизни, удивить, поэтому это все пройдет. – Через что-то такое невообразимое. это как авангардное искусство, оно долго не живет, оно проходит ну, максимум 10 лет и умирает потихоньку, и никто не выясняет, кто сейчас рисует? – Ну, подождите, супрематизм Малевича до сих пор все выстаргается. – Абекватно все правильно. – Но никто не рисует как Малевич, но его считают основоположником дизайна, вот, и это дает ему должное. Молодец. – Интересно, серфи будет основоположником какого отечения в искусстве. – А кубисты они все стали в основном, ну, если не в реальном искусстве, то все равно переходили, да, от этого течения уходили, так что и фотография, она точно так же все произойдет. – Мода, конечно, мода пройдет. – Оно, как и любое искусство, подвержено моде. – Конечно, мода, да. – Я хочу напомнить нашим телезрителям, что сейчас вы делаете самый главный выбор для нашего конкурса, вы определяете победителей в номинациях «Старый город» и «Новый город». У нас есть два лидера и в той, и в другой номинации. Пожалуйста, звоните, голосуйте, звоните нам, поздравляйте любимый город, своих родных, соседей, близким, с этим замечательным праздником, 50-летием видного. Я прошу еще раз вывести фотографии на экран, пусть люди видят номера, для за кого они будут голосовать. Владимир Степанович, такой вопрос к вам. Вы все фотографии увидели, потом он будет адресован и вам, Георгий Митрофанович. Вы, как эксперты нашей программы, мы разрешаем вам один, единственный голос отдать какой-нибудь номинации. Или даже так, если не возражает наша комиссия, которая принимает звонки, один в номинации голос старый город, второй в номинации новый голос. Владимир Степанович, выбирайте номер, говорите. Ну, по старому городу я дал предпочтение номер 8, как репортажник. Да, поставьте, пожалуйста, в комиссии галочку от меньшого Владимира Степановича. Пока думает, думает. Давайте тогда со старым городом. Да, в номинации старый город, я как старый болельщик футболу, я тоже отдаю это. Мне тем более, что все эти матчи в конце 50-х, в 60-х годах я все эти видел, я пропадал на этом стадионе. хорошо, думайте про номинации новый город, а я хочу спросить, вам не странно, что нет в старом городе мотобольного вот такого снимка, ведь тогда мотобол пользовался необыкновенной популярностью, пользуясь случаем, хочу всех зрителей наших пригласить, начался турнир в честь дня города, ежедневно, 9-го числа, по 12-е приходите туда, как вы ответите на мой вопрос, почему нет мотобольной фотографии? Трудно сказать, я видел очень много фотографий моментов игры в мотобол, и они великолепные фотографии, я всегда думал, а почему на выставках не бывает, не бывает, но то, что сегодня я не увидел ни одной такой фотографии по мотоболу, это меня, честно говоря, удивляет, потому что мотобол все-таки это наша гордость, да, это узконациональная игра, все-таки мы ты как сказал, не узконациональная, гордость наша, это видновская, видновская, гордость, ну гордость, согласен, гордость, пусть будет гордость, пускай, да. Вы готовы сделать выбор по номинации новый город, Владимир Степанович, вот сейчас вам, они у вас рядышком фотографии лежат, а мы как раз наблюдаем вместе с телезрителем. номер 28, номер 28, поставьте галочку, Георгий Митрофанович, я отдаю предпочтение номеру 45, Наталья Савенкова, да, номер 45, у нас осталось в эфире 4 минуты, мы скоро будем готовы назвать победителей нашего конкурса, скажите, чем вы руководствуетесь, когда вы ходите на фотоохоту, например, вы за пейзажами, Владимир Степанович, а у вас тоже есть городские пейзажи? Руководствует... Настроением, настроением, когда мне грустно, у меня грустно, все, я стараюсь грустно, все фотографии, все пейзажи грустные, когда мне весело, то тут нет, не скажешь так, вот тут как-то возникает все неожиданно, как какой-то поэт сказал, все приходит ниоткуда, и потому зовется чудо, вот это, да, трудно сказать, как это бывает, чем мы руководствуемся, но нерациональностью какой-то мы руководствуемся, я не знаю, как Владимир Степанович, но, честно говоря, если ты знаешь свой второй шаг, ничего не получится, вот, не получится, а вот, когда ты идешь, вот, просто наблюдаешь, прогуливаешься, здесь как-то вдруг возникает, о чем ты думаешь, всегда о чем ты думаешь, вот, конечно, о хорошем, чем ты думаешь. Владимир Степанович? Фотограф, как фото, как охотник, идет и хочет что-то как трофей, добыть, он идет с этим настроением и должен добыть. Конечно, можно грустить, конечно, многое зависит от настроения, от окружающей среды, но все равно, если ты взял фотоаппарат в руки и идешь, ты должен достигнуть своей цели. Не всегда это получается, не всегда, но бывают такие редкие мгновения, когда удается, и жизнь прекрасна. И сегодня это удалось победителем нашего конкурса. Мы заканчиваем голосование. Я уже готова назвать победителей в номинации. начинаем мы со старого города, да? Ну, триумфальные барабаны. у нас три победителя. Старый город. Номер восемь. Олег Садовский. Вот она. Ваша любимая фотография. Вы оба за нее проголосовали. Номер пять. Вера Габелка. Это демонстрация. она также была на советском проезде на по заводской. Да, да, да. И еще одна фотография в старом городе. Номер три. Вот Елизавета Артемьева. Это наши победители в номинации старый город. все свои призы победители смогут забрать 12 сентября на праздновании около кинотеатра Искра на праздновании юбилея нашего любимого видного. Я хочу сказать, что каждый получит вот этот сертификат от компании Загородный клуб Завидное на рыбалку и эту замечательную свечу ручной работы от Марии Мироновой. Ну, еще с вами сделаем барабанную дробь. Номинация Номинация Новый город. Наташа Савенкова номер 43. Вот такое с высоты птичьего полета практически город. Ну, здесь вот вы не угадали. Не угадали. Вы на других ставили. Да-да-да-да-да-да. Ну, тебе однотипно. Да-да-да. Ну, я репортаю. Номер 31. Наташа Голубченкова. Вот, смотрите, через арбузы. Новый, совсем новый город. Это микрорайон, который за шестым микрорайоном завидный. Еще не каждый фотограф туда дошел. Вот у нас. И последний победитель нашего конкурса фотография номер 20. Зоя Визовецкая. Ну, что ж. я благодарю всех, кто принял участие в этом конкурсе. Это не первый конкурс, который объявляет телеканал Видное ТВ и не последний. В октябре мы будем отмечать свой 20-летний юбилей и тоже подготовим небольшой сюрприз. Следите, смотрите нас и в интернете, и в социальных сетях, и, конечно, с экранов ваших телевизоров дома. Я благодарю за то, что вы сегодня помогли мне провести этот эфир. Еще раз напоминаю, что у нас был Георгий Митрофанович Абраменко, Владимир Степанович Меньшов. Это краеведы Видновского края, люди, которые по крупицам собирают новейшую историю города, потому что город, вот, его история только творится нашими людьми. Я приглашаю всех 12 сентября прийти на празднование Дня города, посмотреть, какой это будет замечательный праздник, как мы все вместе и дружно его отметим, ну и, конечно, наших победителей, для того, чтобы забрать свои замечательные призы за хорошую работу, которую вы провели. На этом мы прощаемся, всего доброго, до свидания. До свидания. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова